здрасте всем друзья привет уленьки продолжаем играть в ферму и находимся мы на нашей лесопилке я мотнул время пока созреет наш урожай поэтому нас уже утро и урожай созрел лесопилку друзья я остановил тут произвелось 102 куба поддонов и в общем то пока что наверное хватит мало ли еще куда понадобится лес не знаю что мы там будем делать планки доски дсп и так далее если что можно будет выполнить в любое время запустить завод если вдруг чего-то будет не хватать также друзья у нас созрела наше поле номер 63 которая тут у нас растет третиколе такая вот хреновина и на 59 поле у нас знаете что растет у нас там растет по вам полба да тут у нас растет полба и в общем то я уже запустил уборочную и урожай убирается поля у нас небольшие поэтому уберется урожай довольно быстро и зачем он нам нужен и почему я его посадил а все дело в том что я хочу поставить мельницу точнее мукомольный завод и выбрал я для него вполне себе неплохое местечко не так далеко от базы она будет находиться в смотрите какое место стояночка здесь находится какая-то поэтому друзья я предлагаю это самое место нам купить 185 тысяч стоит сам участок и сейчас мы сюда еще впихнем мукомольный завод который стоит падла 400 тысяч на 400 с копейками если мне не изменяет память 450 если быть точным он здесь идеально помещается можно даже сделать проложить сюда красивый автодрайв давайте вот так вот по центру его и поставим почему бы и нет да может быть я конечно не очень грамотно распорядился площадью здесь можно будет поставить еще что-нибудь но друзья пока так ну и давайте посмотрим что это за заводик вообще сюда насколько я понимаю будем выгружать муку точнее зерно из которого будет делаться мука и здесь на самом деле вообще пофигу какое зерно сюда привозить я посеял разные на самом деле чтобы посмотреть а если разница в урожайности то есть пшеница ячмени разницы в урожайности никакой нету сейчас мы еще полбу соберем если там будет те же самые 97 кубов или сколько 95 то в общем не будем париться с набра с разнообразием будем всегда сесть пшеницу я думаю это будет вполне себе грамотный ход у нас остается 498 тысяч и друзья нам надо купить еще две штуки первое это нужно купить прицеп для поддонов мы его покрасим в оранжевый цвет весь как я люблю он отлично будет подходить нашему ману поставим еще шины за полторы тысячи я сегодня просто транжира и еще друзья нам надо купить еще какой-нибудь транспорт который будет возить это самое зерно и почему-то мне хочется купить трактор и прицеп и что-нибудь не сильно большое кубов на 3040 например например вот такой вот она 39 200 почему бы и нет дать возьмем его ему правда нужен трактор я думаю что средняя gc бишка с этим будет справляться на ура 196 тысяч ее тоже берем а вот и давайте еще здесь проложим автодрайв как раз можно это будет сделать на нашем новом тракторе а вот наша новая техника за поддонами потом приедем нормально вполне себе компактный прицеп сможет заехать куда угодно я именно с этим расчетом его и брал а то знаете ли тут довольно узко иногда даже man может где-нибудь встрять а эта штука сможет если что что-нибудь куда-нибудь отвести а тут сюда даже проложен автодрайв и что-то здесь уже стояла я знаете ли даже наверное на основе этого постараюсь и сделать только эту точку надо отсюда удалить чтоб ничего не глючило короче прокладываю автодрайв и мы и встречаемся и вот так вот красота также друзья поехали еще сделаем этому товарищу парковочное место потому что у нас на базе есть гаражи незанятые но и отправим его работать и и опаньки работает отлично меняется радует и даже довольно близко к задней стене он заехал в общем то с этим пацаном мы разобрались осталось ему только лишь на всякий случай поставить выезд с поля на ближайшую точку а также припарковать по завершению и все он будет ездить сюда в случае чего значит можно отправлять его работать есть вдруг мой на зерно загрузка забирай зерно и есть после этого на мельница выгрузка вези пшеницу три раза и до отвозить при уровне поставим 10 процентов все он делает три поездки и мы запускаем с вами мельницу все здорово пшеницы ищ меня у нас вот по 94 95 кубов было в общем то посмотрим сколько сейчас этого же самого поле у нас будет пол бы если эти культуры будут настолько же урожайные то я не вижу смысла их сеять и будем просто пшеничкой все время баловаться тут в общем-то уборка поля у нас идет зачем он двигатель завел мне прямо интересно стало или он сейчас поедет не он не едет ладно может быть это уже знаете ли из 22 фермы скрипты где с незаведенным двигателем он не может уехать точнее выгрузится кстати наш мукомольный завод принимает еще и рожь на ее решил я не сеять довольно таки большой бункер для зерна 600 кубов и 90 кубов поддонов можно туда отвезти что все это дело забить в общем-то погнали еще отвезем поддоны для этого нам понадобится вот этот man я думаю что мы сейчас вот этот прицеп кинем на нашу лесопилку и съездим заберем тот который для поддонов мы здоровенные прицепище конечно но тем хорошо много сюда и влазит такс надо отсюда как-то это все дело выгрузить алиса пилка поддона у нас есть 102 куба я думаю что мы 10 поддонов выгрузим 50 кубов и на первое время этого будет творства выше крыши ну и запихиваем эти поддоны с поддонами на прицепщик и все как-то ремнями они прям криво привязываются непонятно но ладно здравствуйте расскажите куда выгружать поддоны вообще насколько я понимаю выгружать их надо вот сюда и заезд здесь не то чтобы прям сильно удобный в принципе можно этой и ручками разгрузить только тут как раз сейчас трактор приехал да давайте подождем пока он разгрузится и на его место станем разгрузим поддоны а поддоны у нас здесь прямо выгружаются а отлично это вообще просто замечательно вопрос еще насколько большой триггер разгружаются они довольно медленно потому что объем у них пять кубов это конечно больше чем стандартные поддоны интересно где у них заканчивается понятно надо подъезжать вот сюда и нормально но здесь отсюда разгружается нет первые два почему-то не хотят а ну да первые два они же находятся над этим самым я забыл про вот такую вот какафонию в этой игре транспорта им мешает ну давайте быстрее чего вы как это самое так медленно значится смотрим что у нас происходит 8 кубов час она перерабатывается то есть довольно быстро есть уже первая мука целый куб вопрос какой он по размеру мы об этом узнаем чуть попозже вот где здесь найти муку это вот проблема я же нихрена не знаю как по-немецки будет мука но сейчас узнаю смотрите-ка тут есть читерская подсказка мэл охренеть тут продукции на самом деле мне кажется промотал и она должна быть где-то в начале я не вижу народ я не вижу где мука возможно она не продается но типа почему нет это как ресурс только идет но я не вижу а вот есть 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 нашел даже до вокзале принимают по 1100 в сравнении с обычным зерном по 390 разница есть мы сюда правда еще поддоны нужны но в любом случае знаете что друзья есть у меня ощущение что урожайность прям тютерка в тютерку такая же потому что первый прицеп на 59 кубов отвезли сейчас выгружаем еще 34 что мы в итоге получим давно здесь не отображается нихрена но мы сейчас ты быстренько исправим например навоз что такое range и дядя ты чё промотал что ли промотал в общем-то ставим и смотрим 93 куба то же самое что было пшеница ячмень значит смысла в общем-то в этом особого нету далее что нам надо сделать нам надо убрать во первых 63 поле здесь у нас растет 3 текали я думаю что с урожайностью там примерно плюс-минус то же самое после чего я эти поля друзья засею пшеничкой будем выращивать именно ее ну и друзья судя по всему нам надо покупать поля именно для урожая неплохо было бы 66 купить но пока не моста туда не денег вот 58 о понят миллион сто на муке мы столько за раз не поднимем в общем друзья я еще поделаю контракте кстати потому что вот это вот поле с пшеницы его убрать просто вот хочется и она на карте не одно такое пшеницы можно будет наворовать и отправить ее в переработку в муку встретимся мы друзья с вами следующий раз когда у нас уже все созреет вообще много полей можно поубирать я люблю знаете ли убирать поля так вот постараюсь короче под 3 трохи урожая ячмень созрела короче много чего есть такого так вот подтырить трохи урожая и заставлять нашу мельницу работать но в следующей серии мы уже продадим с нее урожай а где бандоны с мукой появляются она расскажите мне пожалуйста но выгрузка будет скорее всего сюда или они прям при мне будут фасовать ладно это неважно так вот что я говорил игорь о том что продадим муку посмотрим что сможем на этом заработать но и надо друзья покупать поля и надо будет еще покупать технику на этой карте видимо работа идет всегда с большими объемами технику надо брать еще один лучше два комбайна может быть еще одного мана прицеп перегрузчик чтобы вручную это все по-быстрому убирать поля и не париться еще большое поле с ячменем есть короче постараюсь это дело по контракту убрать на этом друзья у меня все всем огромное спасибо за просмотр спонсором огромнейшее спасибо за поддержку если хотите смотреть видосики заранее по мере съемки то ссылочка на бусте в описании лайкусики комментарии тоже не забываем с вами был никита делай всем спасибо всем пока